привет с вами снова владимир я вам снимал три видео про остановку это опалубки вот сейчас вы можете видеть ее после заливки и убедиться что нигде ничего не выдало она ровненькая как струна сейчас мы натягиваем пленку просто она закончилась поэтому решили снять видео покажи сереже встань вот покажи ровно нигде ничего не выдало я все равно за пленку уже не видно покажи мне вот тут только в одном месте доска на сучке хотела треснуть и мы на сучке хотела треснуть и мы временно вот такую штуку соорудили чтобы соединить вот сучок огромный она хотела треснуть больше никаких проблем с опалубкой нет но такая палка годится только для ручной так называемой заливки под бетон насос это палка не годится потому что вот это расстояние в районе метра тут надержится крепко в промежутках то чтобы выдувает на доска дышит сейчас я вам покажу то есть если вам нужно с бетон насоса принимать тогда надо где-то ставить через шестьдесят пять семьдесят усилители и вот здесь и вот здесь делать резьбовые стяжки просто резьбовые стяжки не нравится хозяевам дырки насквозь бетон бетонном ядре как скрытся фундамента поэтому мы использовали эта палка не годится для бетоннасоса только для ручной заливки сейчас покажу вам просто молотком потюкаю покажу что она живая ближе прям близко подойди вот смотрите вот усилитель стоит мертва и усилитель стоит мертва между дырами у вас вот доска видите играет видите и вот тут играет и еще хотел вам показать одну штуку вот сейчас я покажу вам бетон которым больше суток но температура лежалась в районе нуля не минус легкий плюс плюс один плюс два я сейчас покажу вот прям подниму пленку покажу что бетон вообще не набирает просто набор прочности остановился учитывайте это то есть вы на фундамент хотите ставить какую-то нагрузку на любое бетонное изделие если в районе нуля то замедляется даже почти до полного отсутствия набор прочности сейчас серёжа пойдем покажем да вон он бетону больше суток вот смотрите он пальцем продавливается вот смотрите оставляет след я не знаю камера показывает или нет то есть прочности нету еще раз учитывайте что в районе нуля замедляется набор прочности сейчас минуса не будет но мы все равно накрыли пленкой при гидротации выделиться тепло оно будет внутри копиться тело бетона и бетон все таки я думаю за 35 дней наберет приемлемую прошли для распалубки но тут еще одна хитрость я хочу сейчас поговорить с хозяином объяснить ему что лучше распалубку не производить так как он решил остановить на данном моменте строительство во первых если не разбирать опалубку досочки будут ровные как струна а если мокрые доски разобрать и сложить даже в табель их все поведет это первое и второе прикрытой пленкой и защищенной из боков деревянной частью опалубки бетонный как сказать бетонный фундамент лучше перезимует и не будет поверхностной эрозии которая от циклов замерзания оттаивания будет поэтому я сегодня хочу поговорить с хозяином чтобы мы не снимали опалубку чтобы оставили так до весны все